Всем привет! Сегодня, как вы поняли, из названия ролика речь пойдет о ноутбуке производства Xiaomi. Любимый мой ноутбук, и я расскажу вам о своем опыте. Я являюсь счастливым обладателем ноутбука от фирмы Xiaomi. Он называется Mi Notebook Air, иногда еще добавляет Fingery 3 2017. Я говорю о том, что я счастливый обладатель, потому что не имею с этим ноутбуком никаких проблем, с которыми сталкиваются некоторые другие пользователи, или попросту некоторые шероховатости меня не особо задевают. Поэтому для меня этот ноутбук является идеально сбалансированным решением и разумной тратой денег. Ради научного и спортивного интереса я смонтирую ролик, который вы сейчас смотрите, именно на этом ноутбуке, для того, чтобы оценить его возможности как мощного компакта, и скажу вам свои впечатления в этом конце ролика. Прошло уже больше года, как я пользуюсь этим устройством, и сейчас я могу поделиться своим опытом с вами. Итак, давайте начинать! Ноутбук сделан из алюминия или какого-то алюминиевого сплава, но как бы то ни было, сплав этот очень мягкий, поскольку я пользуюсь этим устройством очень аккуратно, ношу его только в специальном отделении рюкзака, но тем не менее мелкие царапины, зазубрины, все же на нем появляются, особенно на гранях устройства, поскольку они очень острые. Для глаза почти не видно иногда, но на ощупь ощущается. Если вы знаете, что они там есть, вы уже потом спокойно не сможете к ним относиться. Многие говорят, что крышка изогнутая и прилегает неравномерно. Да, такой косяк есть, но он оправдан с инженерной точки зрения, и выгибать крышку, как это делают некоторые пользователи, не стоит. Почему? Потому как при прикладывании усилия крышки, она за счет сопротивления погасит часть нагрузки и не будет касаться экрана клавиш в закрытом положении. Многим хорошо знакомы отпечатанные на экране контуры клавиши. Не зря во многие ноуты премиального сегмента с большой диагональю кладут тряпочку для того, чтобы защитить экран от клавиш в закрытом положении. USB порты по обоим сторонам поддерживают стандарт 3.0, но вопреки привычному голубому цвету, в угоду дизайну они черные. Экран защищен стеклом Gorilla Glass и потом глянцевый. В этом решении есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов экран легко протирать и лучше защита матрицы. Из минусов есть вероятность разбить стекло и сильное бликование. Блики очень сильно мешают, когда вы сидите напротив источника света. Всегда сторонился глянцевых экранов, но тут не смог обойти этот недостаток и приходится с этим мириться. На самом экране присутствует неравномерная подсветка. На меня это никак не волнует и на итоговое изображение не особо влияет по субъективным ощущениям. Яркость подсветки регулируется при помощи шим. Это такое, говорит, мерцание. Что может вызвать утомление глаз у чувствительных людей. За год использования крышка по-прежнему, как и раньше, открывается всего одним пальцем. И ноутбук не нужно ее, придерживаясь второй рукой. За весь год использования шарниры не разболтались, не задубели, они остались именно по усилию и такими, какими были. Но как по мне, лучше бы шарниры были бы чуть пожестче, потому как при перемещении ноута с открытой крышкой она может изменить наклон из-за инерции. Если открывать ноут держа на коленях, то из-за конструктивных особенностей он обязательно ущипнет вас. А острые грани вы почувствуете буквально через 5 минут пользование ноутбука, если держите его на коленях. Клавиатура в том цвету корпуса смотрится очень стильно, в работе очень приятно и почти бесшумно. За год работы клавиши не стерлись и подсветка работает нормально. Меня лично раздражает то, что подсветка не запоминает свое состояние и включается постоянно после каждого нового включения ноутбука, даже если она была предварительно выключена. А если подсветка включена, то она гаснет после довольно короткого интервала бездействия клавиатуры и это раздражает еще больше, чем сводит на нет саму суть подсветки. Она нужна как раз для того, чтобы найти нужную клавишу в темноте при не особо активном использовании клавиатуры, а при слепой печати подсветка как раз не особо-то и критична. Выводу дизайну пришлось принести в жертву клавиши стрелки и теперь пользоваться ими неудобно. А еще клавиша Delete расположена рядом с клавишей питания, так что нужно быть внимательным, да и Backspace там недалеко. У меня один раз был случай, что клавиатура перестала работать после очередной перезагрузки системы и я не смог ничего сделать, поскольку у меня стоит пароль на загрузку. Работала только клавиша питания. Случилось это в скорости после покупки, но я предположил, что это скорее всего какой-то программный глюк, тем более что люди писали, что такое у них случалось. Да и я сам сталкивался с этим на своем домашнем компьютере не раз, но после перезагрузки винды все работало нормально. Проблему устранил путем снятия задней крышки и отсоединением разъема питания батареи. После сборки все заработало нормально и больше эта проблема у меня не появлялась. Точпадом пользоваться приятно, хорошая чувствительность и точность, сканер отпечатков пальцев работает быстро, но не всегда с первого раза. Эмпирическим путем было установлено, что нужно просто чуть подольше подержать палец на нем и все тогда будет окей. Странно, но в модели 2017 года отсутствует возможность отключить точпад с сочетанием клавиш. В первой модели работало сочетание FM плюс пробел. Но в этой модели почему-то отказались от этого сочетания и это вызывает порой некоторые неудобства. Камера хороша, как и положено в современной камере в ноутбуке. Звук тоже хорош и он лучше в этом классе. Я по крайней мере не встречал ничего похожего на других компактов. Микропрограмму, так называемый BIOS, я не перепрошивал и пользуюсь той, что шла из коробки. Работа кулеров нареканий не вызывает. Они шумят в случае нагрузки на процессор или дискретную видеокарту. А так ведут себя тихо. Ноутбук позволяет поиграть в игры при желании, но делать это все же не рекомендуется. Из своего личного опыта скажу, что даже замшелла игра 2016 года способна раскачивать ноуты некомфортных 45-50 градусов на корпусе. Клавиши буквально обжигают вам пальцы. Крайне рекомендуется использовать охлаждающую подставку, если вы все же решили поиграть. Из-за нагрева процессор начинает троттлить и производительность, которая и так отнюдь не игровая, снижается. Выход снижает настройки качества графики. Всем известные танки вот в таких настройках в HD клиенте выдают в среднем 30-34 кадра в секунду, а иногда даже 39-40. Экран для игры мелковат, но привыкнуть в принципе можно, а на безрыбье и 13-дюймовый ноутбук станет игровым. Время работы от батареи я точно вам не скажу, поскольку никогда особо не засекал предельное время автономной работы. В основном ноутбук используется от розетки. Один раз только довелось поиграть в танки от батареи и ее хватило на один час. А стандартный микрософтский пассианс-паук почему-то разрядил батарею примерно за полтора часа. Два раза замечал-то за ним. Очень странно и самое главное неожиданно, что такая простенькая игра так серьезно разряжает батарею. Сразу после покупки я заменил родной 256-гигабайтный SSD на 512 гигабайт того же производителя, но чуть поновее модель. А производитель в нашем случае Samsung. Ну просто потому, что это было самое доступное по цене и качеству решение. Говоря о ноутбуке, следует пару слов сказать о блоке питания. Он здесь вот такой вот. Вилка не складывается и шнур, к сожалению, не отсоединяется. Это вносит определенные неудобства в пользование самим блоком питания, но в целом можно смириться. Насколько мне уже известно, в Air 2-го поколения, который темно-сервис с черными клавишами, там идет блок питания такой же, как уже и в Xiaomi Pro. Он чуть поменьше, с отдельным шнуром и складывающейся вилкой. В процессе эксплуатации блок питания показался бы с хорошей стороны. Его мощности вполне достаточно, чтобы обеспечить питание ноутбук, даже когда вы играете в игры. А сам шнур нигде не подвескался и не полопался. Ну и в конце пару слов о том, как монтировалось видео на этом ноутбуке. Монтировалось очень легко и просто, очень быстро. Без тормозов, без лагов. Настолько было легко, что я в какой-то момент монтировал видео от батареи лежа в кровати. Так что ноутбук позволяет вам смонтировать видео даже на коленке где-нибудь в походе. Единственное, что финальное кодирование ролика заняло 25 минут. Это потому, что используются исключительно в мощности процессора, а не видеокарты. Но это скорее всего из-за того, что программа монтажа, которую я использую, не может задействовать встроенную видеокарту GeForce MX-150. Иначе процесс был бы гораздо быстрее. Так что решайте сами, насколько это хорошо или плохо. Ну вот и все, пожалуй. Всем спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!